добрый вечер дамы и господа здравствуйте товарищи начинаем нашу трансляцию как в домашних условиях избавиться от варикоза сосудистых сеток отеков и боли в ногах как улучшить состояние сосудов и провести профилактику инфарктов и инсультов крайне важные темы может быть кажется что они слишком разные на самом деле они очень сильно связаны друг с другом и чем они связаны как они связаны как на все это повлиять как навести порядок в этих системах обезопасить себя от современных вызовов и погодных и психоэмоциональных сегодня будем об этом подробно говорить сегодня нас вами ждет большая программа как мы этого будем с вами добиваться без операции без таблеток без компрессионного белья и вот бесконечных походов по врачам для этого вам нужно только лишь одно улучшить качество собственной желчи для кого-то может быть это совершенно не очевидно как знаете две звезды из разных галактик а для нас виктор владелин чем это то чем мы занимаемся в течение своей врачебной практике уже много-много десятков лет для новичков для тех кто нас нами не знаком мы врачи восстановительной медицины виктор владелинович картавенко ваш покорный слуга доктор медицинских наук профессор практикующий врач с врачебной практикой более 45 лет когда он когда татьяна вадима доктор медицинских наук профессор практикующий врач рефлексотерапевт организатор здравоохранения физиотерапевт диетолог входит сотню топовых ученых российской федерации меркьюрия катерина наша дочь сертифицированный тип терапевт нутрициолог и швейцарии мы работаем в правовом поле российской федерации и швейцарии на основании медицинских лицензий и всех необходимых разрешительных документов практикуем в клинике восстановительной медицины которая находится в краснодарском крае в российской федерации на черном море подробно сегодня об этом мы не будем кто захочет может посмотреть по цифровой ссылке 2928 точка ру подробности о клинике в которой мы практикуем ежедневно достаточно мы известны как авторы технологии мгновенного освобождения от боли до рефлексотерапия рефлексология такой такая дисциплина такой вид науки который позволяет при умелом подходе к ней быстро освобождать людей от различных болей и в случае если эта методика может применяться безопасно большим количеством людей мы ее публикуем на нашем youtube канале который называется академики картавенко восстановительная медицина и таких методик уже опубликовано более 1300 300 поэтому если вдруг у вас заболит голова у вас заболит спина у вас заболят ноги поясница если друг у вас вообще что-нибудь заболит даже заболит на душе заходите на наш youtube канал и там точно будет быстрое решение скоропомощное решение одной из 1300 проблем которые часто могут появляться каждого из нас справка для тех кто не знает может быть новички не совсем в этом вопросе разобрались желчь это жидкость которую производит печень и накапливать желчный пузырь вот здесь картинка печень желчный пузырь как это все происходит желчь когда вы употребляете пищу особенно жирную желчный пузырь выпускает желчь в кишечник он буквально ее выдавливает из себя где она помогает расщеплять жиры чтобы организм мог усвоить желчь также помогает выводить из организма токсины и отходы которые печень фильтруют из крови эти вещества попадает в кишечник желчью затем выводится скалом помогая очищать организм и вот обратите внимание какую бы из проблемы вы не указали все эти проблемы связаны с желчью даже наследственность наша первую очередь связано с желчью желчью мамы вашей и желчью папы вашего и в зависимости от того какой вид хромосом начинает преобладать чья наследственность в этой части начинает преобладать все сроки вынашивания беременности как раз таки сопровождаются особенно с 12 недели сопровождаются уже поведением желчи вашей мамы если у мамы с желчью все не в порядке или не будущий ребенок плод на момент 12 недельного срока он тоже будет носить характер такой же наследственный а потом уже все начинает принимать характер веобразной такой вот конвейерной системы набора начиная от системного питания или бессистемного питания младенческом возрасте и заканчивая остальными проявлениями дальше уже идут внешние условия которые накладывают свой отпечаток кто-то может сказать а причем тут варикоз вот желчи варикоз но причем как это все связано варикоз вроде бы это на ногах а печень справа брюшной полости вот иногда там чувствую и на это не чувствую так вот варикоз это прямой показатель того что есть проблемы с кишечником а проблемы с кишечником всегда появляется когда изменяется качество желчи давайте рассмотрим как развивается вообще этот процесс ну вот формируется застой желчи когда желчь плохо оттекает она застаивается и застаивается также на уровне клеток печени это приводит к тому что печень не может нормально фильтровать венозную кровь вы знаете что печень у нас очищает венозную кровь застой крови в печени что происходит при этом если печень не справляется с фильтрации крови венозная кровь начинает застаивается в организме особенно это ощущается в нижних конечностей нижних ногах в ногах вот именно этот венозный застой и проявляется вот в виде всего того спектра что вы писали или 1 2 3 4 5 6 7 кто-то вообще весь ряд подряд писал трудности какие венозной системы вены на ногах и должны поднимать кровь вверх их задача вверх и к печени в печени очищаться чтобы вот печень могла очистить организм от токсинов от продуктов обмена и вывести их вместе с желчью за пределы организма когда кровь застаивается вены не справляются с этой задачей то есть печень не может все принять и переработать и конечно же кровь начинает венозная застаиваться перенакапливается в нижней части тела вызывая отеки и боли вот на ногах то что мы видим на ногах отеки выбухающие вены это видно а еще венозная кровь застаивается в брюшной полости вот это нам не видно и эти проблемы они тоже достаточно серьезные сейчас мы вам покажем видео участницы наших программ у которой были серьезные проблемы со здоровьем а именно вздутие живота тошнота тяжесть проблемы с печенью после перенесенного молодости гепатита были боли в подреберьях и под лопаткой нарушение работы желудочно-кишечного тракта отрыжка вздутие живота проблемы с позвоночником болели суставы ноги отекшие были шаткая походка головокружение просто ощущала себя развалюхой постоянные боли отрыжка живот раздувался как шарик боль такая что она не только спереди но и сзади под правой лопаткой руку невозможно было поднять когда идешь поликлинику тебе ставят куча диагнозов и в один прекрасный момент у меня заболела мама тому времени уже сама была развалена я оказалась другом по городе никакой помощи абсолютно и лежала и помирала что называется потому что встаешь тебя шатает куда-то идешь ноги запинаются кружилась настолько голова что у меня знаете открыто глаза не открыто потолок вот так вот вращался как вертолет то есть неважно свое время я посещала мануальных терапевтов помогала это ненадолго это помогает на какое-то время а потом начинается все опять после первого курса после того как я его прошла и во-первых похудела на 15 килограмм во вторых я встала и пошла ничего не болело ни руки это настолько поразило удивило плечи распрямились глаза открылись так как я захотела жить а а можно сколько времени прошло статарта курса с небольшим дней 45 по моему он делся не весь курс после этого я старалась не пропускать курсы вы знаете я поняла такую вещь что вот когда проходишь эти курсы опять подчеркиваю на первый курс с большим трудом за скрипала деньги но когда ты начинаешь проходить эти курсы они дают и возможность заработать эти деньги и силы что немаловажно да и еще я забыла самое важное сказать до того как я начала заниматься по методу карт-тайминга естественно куча пилюль и от давления и собрала тахикардии и подсадили меня на статины я уже к тому времени плотно сидела на статинах причем я понимала что они действуют не очень хорошо у меня начинали болеть ноги от статина и тут я поняла что у меня есть возможность с этих статинах буквально слезть через три года я забыла что такое статьи я забыла что такое вообще таблетки у меня была жуткая аллергия вплоть до отеков клинки на некоторые лекарственные препараты на некоторые пищевые продукты фото дерматоз это жуткая аллергия на солнечные лучи то есть невозможная нога аллергия прошло все прошло самое главное выполнять вот эти упражнения потому что они помогают жить помогают найти опять-таки повторюсь возможностей потому что появляются силы следующее упражнение упражнение без кислородной гимнастики его нам поможет показать наша дочь екатерина меркри вот здесь на фотографии показано как она правильно выполняется сейчас вот скорректируем вот что мы с вами делаем мы с вами сидя на стуле немножко раздвигаем ноги и захватываем сиденья стула перед собой перед собой обеими руками вот так стараемся максимально выпрямиться в грудном и шейном отделе что мы делаем вдыхаем выдыхаем глубоко вдыхаем максимально громко и глубоко выдыхаем и на высоте выдоха пытаемся себя поднять вместе со стулом вдохнули восстанавливаем дыхание обязательно восстанавливаем дыхание полноценно следующее упражнение 23 ставьте пожалуйста в чат цифру 23 и это упражнение без кислородной гимнастики мы с вами берем в руки нашу палку но у кого-то это кухонная скалка у кого-то что-то какое-то может быть подобие да кто-то может вы такой скалкой случае отключения электричества белье гладит такие приемы есть а кто-то шею так что все зависит от места приложения мы с вами представляем как будто бы мы выкручиваем белье а вот палка это белье мы его выкручиваем это воздействие выполняем на уровне пупка вот буквально плотно прижимаем к телу и локти и саму палку и кисти глубоко вдыхаем резко выдыхаем и начинаем выкручивать пока не торопитесь сейчас я одно замечание ремарочку сделаю вам ваш мозг покажет какая рука у вас ведущая а какая рука у вас ведомая какая рука у вас ведущая какая рука у вас ведомая потому что ведущая рука должна идти вперед выкручивать а ведомая помогает выкручивать назад вдохнули максимально локоточками вот по прижали бочкам себя вот так вот при при обняли вдохнули резко выдохнули и выкручиваем 5 секунд обязательно восстановить действие выполняем новое упражнение первое упражнение называется надежное плечо что мы с вами делаем это очень важное упражнение для улучшения оттока желчи и рефлекторно помогает включить в работу желчные протоки что мы с вами делаем мы с вами вот таким образом размещаем свою левую руку видите где у нас локоть на хочется находится локоть находится на ура до виктору венчу вот снизу мы берем или вот снизу до захватываем левую вот чтобы можно ее до слова конечно технологию в чем заключается технология заключается в том что именно такое положение тренирует заброс почему это нам нужно сюда надежное плечо потому что за плечом у нас или слева или справа находился колчан для того чтобы у нас рука на автомате вытаскивала что из колчана легко быстро то что вы сегодня выстрелили конечно да вот поэтому именно вот поэтому именно вот но в данном контексте в данном контексте мы не забрасываем руку а мы и выводим мы и выводим чтобы локоть локоть максимально находился на границе левого подреберья и солнечного сплетения буквально на уровне солнечного сплетения вот локоть находится вот это левая левая рука значит соответственно левая левая длань левая кисть у нас находится на правом плече обхватывает очень четко и теперь что мы с вами делаем глубоко вдыхаем резко не торопитесь резко выдыхаем и на выдохе правой рукой заталкиваем руку выше а левой рукой сопротивляемся и давим вниз и давим вниз давайте я вам покажу а вы потом будете делать вдохнули я вдохнул 5 секунд 5 секунд до выполняйте пожалуйста первый раз со средним мышечным усилием не интенсивно вот а теперь слушайте что происходит с вами по диагонали как у вас меня левая ноздря правая ноздря левая заучья левая подреберье левая лопатка левое плечо левое запястье левые пальцы есть да а теперь послушайте что делается у вас право с руки сопряжение у вас увеличилась тепле тепло наполнение плеча вплоть до плечевого сустава у вас увеличился объем бицепса вы почувствовали трицепс и вы почувствовали предплечье и вот здесь вот смотрите у нас получается теза антитеза мы закрываем на правой руке мы закрываем на правой руке канал очень важный для нас с точки зрения поддержания качества нашего сердца которое находится в перикарде а справа справа мы с вами воздействуем мы с вами воздействуем на систему связочного аппарата подлопаточного который соответствует печени и желчному пузырю вот эти вот пресловутые плечо-лопаточные периартриты вот эти вот замыкания плечей и так далее так далее боли в ключичном соединении боли вот в этой в этой группе мышц и кстати сказать поведением состоятельности сонных артерий мы обязаны как раз таки справа поведением желчи и поведением печени но в данном контексте мы с вами просто что делаем нормализуем разгоняем устоявшуюся тенденцию в застое печени вот например как в случае с нашими учениками которые этот путь уже прошли татьяна андра 50 лет пришла на курс с проблемами ноги болели горели плохо ходили и от колена до стопы вообще вялые были вот такая сложная ситуация и она развилась про и практически внезапно врачи говорили что это проявление варикоза клиническая без варикоза понимаете какая ситуация а что же это тогда предлагали лекарства для укрепления сосудов детролекс мази крема но не хотелось помогать себе химии извне ну опыт к сожалению есть негативный в этом плане и татьяна пишет что очень рада что как раз была встреча с академиками и был системный курс желчи пишет о том могу сказать что сейчас значительно лучше ноги ходят иногда совсем как раньше боли и жжение совсем редко бывает и уже почти полтора года в системе и очень рада возможности помогать сама себе по вашим курсам без лекарств спасибо большое не на архангельска 76 лет ангарск у нины была слабость до изнеможения болела спина суставы отрыжка вздутие боль в правом подреберье в животе аллергия с началом весны вот просто каждый год раздражительность нетерпимость к людям отсутствие настроение желание жить пишет не на я уже думала что я умираю написала завещание составила договор с ритуальной компании вот даже так вот так без преувеличения вот такая жизнь человека была у меня была невероятная слабость которая могла наступить в любой момент вот иду я на улице и все хоть ложись на землю стоять не могу сесть некуда как себя вести и ведь не уйдешь из жизни когда захочешь а мучиться больше сил не было как бы это не звучало подписайте каждое слово прожитое как гвоздь мозг забивается вот невозможно это читать вот сколько вот мы читаем отзывы вот как вот люди жили годами представляете вот годами люди жили с такими состояниями отдали тысячи и тысячи и тысячи денег понимаете и мы вот пришли с нашей скромной практикой и оказываем такую помощь это как уважаемые участники вот результаты нины такие же результаты можете получить и вы что она пишет появились силы и желание жить не болит спина ни спина ни суставы ушли проблемы с жкт стала более терпима к людям спокойно появилось настроение и желание уделять время своей жизни самой себе я жила появились силы настроение интерес к жизни стала терпима к людям спокойнее ушли проблемы с жкт я работаю дома на даче спина не болит прошла аллергия не появляется даже герпес а теперь слушайте внимательно мои знакомые уже дряхлые разбитые я такой было два года назад я сейчас по сравнению с ними жив чик жив чик это не один человек об этом пишет обходит своих подружек потому что они сдвинуться с места не могут больные она всем им оказывает помощь вот так вот такая ситуация а